Можно ли читать Акафисты Великим Постом? Отвечая на вопрос, сразу, прямо можно сказать, что Акафисты читать Великим Постом можно. Никакого запрета канонического или из среды богослужения на то, чтобы читать Акафисты Великим Постом нет. На то, чтобы читать Акафисты Великим Постом, можно указывать даже сам круг богослужения церковного. Потому что единственный Акафист, который находится в среде, в книгах богослужебных, он как раз и совершается во время Великого Поста. То есть не просто там совпадает по времени, знаете, потому что Великий пост перемещается, грубо говоря, с марта, апреля, около 10-20 дней он может переходить. Нет, он именно прикреплен чётко к пятой неделе, к субботе, пятой неделе Великого поста. И вот это ясное указание на то, что для тех людей, которые говорят Великим постом, Акафист читать нельзя. А тогда спрашивается вопрос, единственный Акафист в богослужении есть, и он читается Великим постом. Как тогда это всё умещается? То есть Великим Акафист, который называется Великий, в сбранной воеводе, самый первый Акафист, он читается именно Великим постом. В принципе, вот если говорить всё-таки исторически, в церковном богослужении так закрепилось, в нём существует только один Акафист. Ну и тут тоже нужно немножко пояснить, потому что этот Акафист в бранной воеводе был написан где-то в VI веке. Мы там знаем времена, определённые были сложности для Константинополя, их враги окружили, и вот люди воспели такой, как гимн всего народа, воспели этот Акафист, и Господь по молитвам Богородицы спас Константинополь от атаки варваров. Вот нападение варваров. Всё. И после этого Акафисты, в принципе, не писались. Не писались буквально вот где-то до XII века. То есть фактически в течение ещё шести веков Акафисты никто больше не писал. Их не существовало. Вот, например, в современности мы знаем по статистике, по-моему, 2000, вернее, за XX век было написано там около нескольких тысяч Акафистов. Это чтобы просто сравнить. То есть за несколько лет или там, грубо говоря, за один век, и вот тут один Акафист существовал в шесть веков. Вот. А церковное богослужение, православные церкви, оно сформировалось приблизительно где-то в VIII веке. Вот как раз-таки трудами таких песнословцев, как Иоанн Дамаскин, который вот фактически поучаствовал в том, чтобы основать Актоих. Актоих – это такая книга, которая разделена на восемь гласов. И, собственно говоря, на этих восьми гласах держится это фундамент всего православного богослужения. Есть ещё Минеи, это вот праздники святых, которые на тот момент тоже уже начали существовать, и потом они ещё добавлялись. Ну вот это как бы фундамент такой. И их вот такие вот святые песнопевцы, как Роман Сладкопевец и Иоанн Дамаскин, вот на их трудах как раз-таки были составлены. Это мы просто говорим про время, чтобы было понятно. К VIII веку, грубо говоря, в VIII-IX сформировался такой костяк. На то время существовал только один Акафист, и он вошёл в этот круг богослужения. Следующий Акафист уже был, грубо говоря, где-то XII-XIII век. Говорят про Акафист именно Иисусу Сладчайшему, он был написан на святой горе Афон. Но там по времени, я, честно сказать, точно не могу сказать, там около пяти-шести Акафистов примерно в XIII-XV век было написано. Это Иоанну Притечу, Николаю Чудотворцу, Иисусу Сладчайшему, ещё вот святым, когда-то я читал одну статью интересную. Факт в том, что если бы к VIII веку, когда формировался этот круг богослужения, существовал бы не один Акафист, а существовало бы их 10, 20, 30, 40, то они бы тоже вошли в круг богослужения. То есть Акафист сам по себе, он не является какой-то плохой молитвой, которая, например, церковь как бы так считает, что это вы, миряне, вы молитесь. То есть Акафист, он в силу просто вот этих исторических фактов вошёл только один. Так бы их, конечно, было бы намного больше. И в основном поэтому в церковном богослужении употребляются каноны. Церковь, она не только Великим Постом, она в течение года читает только каноны, она не читает Акафисты в другое время, она читает только каноны. А единственный раз, когда читает Акафист, Великим Постом. Поэтому для меня бывает просто удивительно, когда некоторые говорят, что Великим Постом не читать Акафисты. Продолжение следует...